подснежники. Друзья, я сегодня хочу показать вам одну из красивейших старинных территорий на острове Уайт. Здесь еще не бывали мы с вами. Наша нога сюда не ступала, но место настолько грандиозное, что стоит посмотреть. Я сегодня вам покажу множество английских старинных дворцов, домов огромных, замков. И знаю, что не ко всем дворцам можно подобраться, поэтому давайте погуляем и подберемся к тем дворцам, к которым сможем. А их здесь большинство. И хотя черные тучи на небе, посмотрите, но настолько сегодня солнечный день. Иногда выглядывает солнце, освещает все эти дома и настолько красиво. Что хочется показывать вновь и вновь? Церковь Святого Лавренсия. Хотела зайти, но, к сожалению, все закрыто. Коронавирус. Это церковь новая Святого Лавренсия. Здесь в Вентнере две церкви Святого Лавренсия. Старенькую я вам показывала. Сейчас видео вверху всплывет. А вот это вот считается новая. Хотя и новая. Уже, наверное, ей лет триста, если не больше. Какой это век. Либо восемнадцатый. Ну, наверное, да, восемнадцатый. Постараюсь узнать. Сама церковь закрыта, но войти, обойти вокруг. Тут маленький такой садик у нее. Нет. Маленькая территория. Вокруг обычно старинные кладбища располагаются здесь. Ну, и здесь, как вы видите, тоже мало очень могил, но они есть. Я зашла, чтобы посмотреть, какого года эта церковь. Не имею представления. Архитектура типичная английская. Возможно. Кому-то тоже будет интересно. Сегодня у нас пятница. Двадцать девятая января. Сейчас покажу вам. Подснежники расцвели уже. Снега нет, а подснежники расцветают. Не знаю, как для вас, друзья, а для меня это просто фантастика. Оказывается, что я за всю свою жизнь даже не видела, как растут подснежники. На фотографиях, да, видела. Мультфильм, конечно же. Как подснежники собирала девочка-патчерица. Но я почему-то думала, что они большие. А они такие малюсенькие. Хотя вот есть и побольше, смотрите. Какой-то очень старинный дом. Скорее всего, что он выходит на море красивым фасадом. Надо сейчас спуститься и посмотреть. Красивый город Вентнер. Но, вы знаете, здесь настолько крутые у них улицы. Крутые все эти подъемы и спуски. Моя знакомая жила здесь, и она переехала. Потому что сказала, что нет, на старости лет она не хочет здесь оставаться. Потому что очень трудно ходить, карабкаться вверх-вниз. И хотя здесь сказочная природа и виды, потрясающие виды на пролив English Channel. Но, вы знаете, конечно, на самом деле жить здесь неудобно. Ну и город Вентнер находится вдалеке от всех точек пересечения с материком. Лучше всего в этом плане Райт. А Райт отсюда находится в 30 минутах езды. Поэтому лучше, конечно, переселяться куда-то поближе. Ну вот, посмотрите, впереди какой грандиозный вид. Иногда я, вы знаете, даже побаиваюсь ездить по таким очень крутым дорогам. Посмотрите, здесь уже вовсю расцвели нарциссы. И даже уже и подзавяли. Ничего себе! Как по-разному все это происходит. Некоторые еще только-только начинают зацветать. Вот видите, как здесь расположены дома. Вот тот дом вдалеке, он уже на втором уровне. Для него идти карабкаться. А здесь вот еще один уровень ниже к проливу, к морю. Но и от него тоже надо идти до моря далеко. Сейчас покажу вам поближе этот дом. По-моему, он заслуживает внимания. Ну да, вот смотрите, опять святой Лауренс де Ни. Нет, это Диин, долина. Тот дом, к которому мы с вами сзади подходили. А это у него вид спереди. Чья-то огромная усадьба. Наверное, того, кто присматривает за этой церковью. Какой-то священный сан. Но судя по тому, что впереди здесь такая территория неубранная. Конечно, странно. Наверное, тоже уже старые люди или как. Вот, посмотрите, великолепие какое. Все равно для меня это великолепие. Сейчас я попробую подняться выше. И я показываю вам вокруг. Вот еще, если видно вам там за кустами дом. Немножко-немножко торчит крыша. Это еще выше уровень. А мы все-таки сейчас постараемся пройти здесь, среди красивых туй и бамбука, зарослей. Подойдем ближе к этому огромному дому. Терраса впереди. Там, посмотрите, лежаки загорать на солнце. И, по-моему, даже вот закрыт маленький какой-то бассейн. Может быть, даже джакузи. Не знаю. Надо будет посмотреть. Много здесь таких мест. Я никогда не бывала в которых. И которые даже не знаю, как вам рассказывать. Вот видите, здесь веранда. Красивый застекленный фасад. Скорее всего, что тоже люди отдыхают в дождливую погоду, любуются океаном. Посмотрите, какой вход. Шикарные львы. Боже мой, сколько лет этой усадьбе. Хочу показать вам все это поближе и сама насладиться. Вот так. Старинные камни. Но вид у них, вы знаете, нигде ничего не отколоно. И столько и старинные. Вот опять лежаки. Видите здесь? Территория. Возможно, это место для отдыха каких-то сановников, священнослушителей. Возможно, и так. А может быть, чья-то летняя резиденция. Вид на террасу. Я буду смотреть. Посмотрите, теннис-лайкорд. Чего себе. Да, судя по всему, здесь все закрыто. Я хотела показать вам что-то внутри. Но кроме портьер, конечно, ничего мы не увидим. Я посмотрю все, что возможно поближе здесь. да, чей-то красивый, огромный дом, полон истории. Посмотрите, какой комод, боже мой. барбекю на террасе. Красота, боже мой. Подхожу. Да. Да, вот видите, вот этот внизу, это закрытый маленький бассейн. вот лесенка, забираться туда наверх, купаться. Тишина, красота. Вот. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это домик прислуги. Видите? И тоже нет никого, и тоже все закрыто. Показала вам всю эту красоту. И хочу опять добавить. Как интересно порой, вы знаете, опускаются руки порой, потому что я показываю вам, хожу, брожу, стараюсь снять как можно больше интересных мест. Вот этот домик с фасада. Вид у него здесь грандиозный. Может быть я ошибаюсь, может быть это когда-то был домик прислуги, а сейчас его используют по-другому, потому что очень красивый вид. Так вот, хожу, брожу, снимаю, поднимаю камеру свою повыше, опускаю, подползаю, подкрадываюсь где-то на прайват. Вот, вы знаете, ну вообще-то это, конечно, наверное, такое уже журналистское. Вот журналисты, вы же знаете, они любят снимать какие-то такие вещи, интересные для всех. И это уже в крови. Ну вот, как-то иногда, вы знаете, вот мне пишут, конечно, очень редкие пишут мне зрители, но всё же пишут, что и как вам не стыдно, что вы ходите с камерой, везде заглядываете, да ещё вот нам это всё. Ну вот я не знаю, как на это реагировать. Ну да, я заглядываю везде, я хочу показать вам, говорю же, Англию-старушку, потому что мне самой она очень нравится, но уже об этом много раз говорено. Вот эти вот огромные старинные усадьбы расположены здесь настолько уединённо и далеко от всей цивилизации, скажем так. Ну вот такое предпочитают богачи. Они уже, наверное, присытились всей этой праздной жизнью, шумной. Говорят, что в Лондоне сейчас вообще жить невозможно. Так же, впрочем, как и в Париже. Там в основном живут уже теперь приезжие. И приезжие не просто европейцы, а приезжие из мусульманских стран. И вот на ещё одну территорию, видите, опять прайват огромный стоит дом. Вот написано, как он называется. Огромная территория, огромный дом. Скорее всего, он тоже закрыт. Скорее всего, здесь нет никого. Попробую опять для вас зайти и показать, что это такое. Какой-то вид очень запущенный, очень заброшенный. Сейчас, если машина не стоит нигде, значит, здесь никого нет. Один такой нежилого вида дом. Довольно большой. Видите, настолько здесь всё уже заросло. Хотя окна, похоже, вот эти белые поменяли пластик. А вот при входе, вход очень уж заброшенный. Салим коттедж. Хотя внутри, если вам видно, такая простенькая кухонка. Не будем заглядывать внутрь. Просто покажу вам, насколько... Насколько всё заброшено и как давно никто не жил. Возникает вопрос, почему здесь никто давно не живёт. Ну вот этот огромный Салим Монор Хаус. Написано Private Property Keep Out. Даже не знаю, стоит ли подходить. Ничего мы там, похоже, не увидим. Вообще, конечно, если увидят, что здесь бродят, кто-то посторонний могут оштрафовать. Поэтому я пойду назад. Вернее, нет, я пойду вперёд. Я попробую пройти через вот эту вот дорогу. Прямую. Несмотря на страшные надписи. Может быть, там сквозной проход. Бывает такое? Всякое бывает. Посмотрите опять нарциссы. Нарциссы опять расцвели. И вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что в Вентнер, наверное, весна приходит раньше, чем в другие города. Даже на нашем острове. Не удивлюсь, даже если опять найду цветущие мимозы. Вот этот дом показываю вам со всех сторон. Посмотрели фасад. Вот, теперь, если я зайду здесь в тупик, придётся бегом бежать обратно. Да, похоже, что я пришла ещё к одному дому, а выхода здесь нет. И нужно мне идти назад. Сейчас подойду до конца, чтобы убедиться, что здесь нет поворота. Да, всё закрыто. Да, огромная территория. Это всё этот Салем Монор дворец. Несколько домов. Огромная территория на побережье. Ну, видите, я зашла. Просто сквозной проход. Никто меня не остановил, никто меня не схватил. И никто меня не посадил в тюрьму. Хотя территория private. Private или private. Нет, наверное, всё-таки private. Ну, пока, дворец. Пока-пока. Возможно, я ещё приду. Редактор субтитров, 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 субтитров... Субтитры создавал DimaTorzok